Всем здравствуйте! У нас сейчас 10 октября и на наших грядках остается лишь сидираты и капуста. Больше уже ничего не растет. И самое время сейчас заглянуть на наш аптекарский огородик, либо травник, как угодно можно называть, поскольку наступает время, когда мы можем заготавливать корни. И сегодня мне хочется рассказать о том, как я буду заготавливать корни, я думаю, что, возможно, кто-то узнал, это алтей лекарственный. Я не буду подробно останавливаться на его лекарственных свойствах, поскольку ранее снимала видео, кому будет интересно, можно найти и посмотреть. Но поскольку сейчас самый такой период острые заболевания, то есть болеем, скажем, дружно всей семьей, то есть бронхиты, кашли, и не хочется болеть, хочется, конечно, использовать более натуральные лекарственные, препараты. И вот как раз алтей может помочь всей семье, поскольку он не противопоказан даже детям с трех лет, то есть можно лечить кашли им. И вот как раз сейчас мне хочется заготовить это очень ценное сырье, использовать в течение всего периода простуды, заболеваний, то есть с осени и до весны. Итак, вот посмотрите, пожалуйста, как он выглядит. То есть сейчас, как я уже сказала, самое время, поскольку растение, в принципе, уже надземная часть его увяло, но, обращаю ваше внимание, что стебли не перегнили, они достаточно упругие, твердые, листва уже частично, конечно, пожелтело, но, в принципе, даже встречаются зеленые листочки. То есть сейчас как раз все питательные вещества содержатся в корнях, то есть то, что нам с вами и нужно. И сбор начинаем мы, да, то есть заготовку корней, естественно, с того, что срезаем всю надземную часть. Она нам сейчас не нужна. Мы от нее вот так легко и просто избавляемся. Стебли очень такие жесткие, твердые, то есть то, что нам как раз и нужно. Итак, все, всю надземную часть я срезала. И также хочу еще остановиться на том, что здесь алтей у нас растет два года, то есть это двухлетнее растение. Это как раз то время, когда можно заготавливать корни, поскольку уже если растение трех-четырех лет, корни его становятся более такие жесткие, одеревенеют и в них запас питательных веществ уменьшается. Поэтому именно двухлетний возраст – это самое подходящее время. То есть все сошлось осень и два года растения. И сейчас мы будем выкапывать корни. Но, естественно, часть корней я оставляю, поскольку не хочу терять это ценное лекарственное растение. И надеюсь, что часть корней будет достаточно, и весной он вновь тронется в рост. И, в принципе, он как раз с периодичностью в два года хорошо запасы его пополняются. То есть сейчас, вооружившись лопатой, аккуратно я постараюсь выкопать корешки. Вот давайте посмотрим, что здесь у нас есть. То есть, в принципе, на мой взгляд, корни, что ни на есть, самые такие сочные и хорошие. То есть он достаточно светлый, он еще не одеревенел, он гнется. У него большое количество боковых побегов. То есть, вот как я и сказала, самый идеальный период для того, чтобы собрать это ценное лекарственное сырье. Замечательно. То есть, вот вы видите, какой мощный здесь такой сросшийся корень, поскольку растения были посеяны, и они очень плотно росли. Но это им не мешает образовать, вот вы видите, даже такой вот белый сочный корень. Я его здесь, конечно, разорвала, но ничего страшного. Но в любом случае, все корни мы будем тщательно промывать. Если корень достаточно толстый, то обязательно резать его на части. И такими не очень большими кусочками мы будем его сушить. Сушить мы будем или вялить. В принципе, можно начать с того, что мы его просто можем повялить при комнатной температуре. Либо поместить в сушилку, но температура должна быть не более 40 градусов. Иначе питательные вещества могут просто-напросто пропасть. То есть, не более 40 градусов Цельсия мы сушим его до того состояния, чтобы корень просто-напросто начал ломаться. И уже в таком вот виде, когда он будет высушен, я его просто-напросто измельчу. В принципе, хранить можно просто кусочками в высушенном виде, а уже непосредственно перед употреблением, когда вы будете, допустим, готовить эликсир, либо заваривать, делать настои. Можно его измельчить, допустим, любым способом удобным. Например, это я делаю в кофемолке обычной. То есть, вот сейчас я еще достану кусок и часть растения, естественно, оставлю. Вот, здесь уже такой более мощный корень. То есть, вот уже если мы подождали бы еще год, он, естественно, бы деревенел. Уже лекарственным его было бы назвать сложно. Вот так замечательно. Вот сколько получается ценных корней. Опа! Вот они. Ну все, больше мы тут нарушать ничего не будем. Ой, вот какой длинный. То есть, очень много боковых побегов. Замечательно. Вот это с этим всем я, конечно, сейчас отправлюсь домой. Буду аккуратненько все это чистить и мыть, и, естественно, сушить. Вот так. То есть, вот таким простым способом можно вырастить у себя на участке небольшое количество лекарственного растения. Алтей. Получить великолепное лекарственное сырье. И, в принципе, вооружиться и запастить хорошим средством от кашля. Также он будет очень полезен тем, кто страдает всевозможными желудочными расстройствами, либо повышенной кислотностью. Но, опять же, повторюсь, если интересно, то всю полезную информацию можно найти в ранее снятом видео. На этом все. Будьте здоровы и до скорых встреч!